13.05 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает генеральный директор компании «Вятич» Илья Курагин Илья Николаевич. Добрый день. Добрый день, дорогие радиослушатели. Я, извините, сразу же перебью. Пользуюсь случаем. Хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом. Самое главное – пожелать всем нам это здоровья, крепкого и благополучия. Ну, это с удовольствием. У нас предновогодние программы. И всем сразу, кто смотрит сейчас видеотрансляцию или слушает нас и смотрит уже на сайте эхокирова.ру, видит, что пришел к нам не просто человек, а человек, который свой продукт выпускаем и рекламирует в любой момент времени. У нас на столе продукция завода «Вятич». Это традиция уже. Правда, традиция прервалась в прошлом году. Сейчас мы ее восстанавливаем. Целый год Илья Николаевича не было у нас в эфире. Полтора. Даже полтора. Но, как обещал, так и пришел. Потому что Илья Николаевич обещал мне, что придет в конце нынешнего года, так и получилось. Человек-слово. У нас очень много пришло вопросов на сайтах эхокирова.ру, но начнем мы не с вопросов, которые на сайте разместились, а с темы про ЕГАИС. Напоминаю, что это единая государственная автоматизированная информационная система, к которой должны были подключиться все производители алкоголя. И благодаря подключению к этой системе, насколько я понимаю, должна была произойти серьезная подвижка в борьбе с нелегальными производителями алкоголя. И вопрос первый такой. Действительно ли эта система, как вы ее видите, сможет успешно бороться с нелегальными производителями алкоголя? У меня вопрос. Хороший? Я думаю, что нет. Почему? На текущий момент есть уже ряд инструментов, которые действительно могут позволить нам бороться с нелегальным алкоголем. Если люди там кто-то не знают, есть такая справка А и Б. Эта справка выписывается в момент продажи алкоголя. Не надо там долго что-то искать. Очень можно быстро по этой справке А и Б определить, где эта продукция была изготовлена. Поэтому этой меры вполне достаточно. Другой вопрос администрирования и, скажем так, отслеживания всей этой ситуации. Поэтому единственное, скажем так, плюс, может быть, этой системы ЕГАИСа, это плюс, наверное, в сторону надзорных органов, это, скажем так, более быстрое отслеживание вообще пути происхождения алкоголя. Ну, в автоматическом режиме. В связи с тем, что это электронная система отслеживания. Да, безусловно. А справки А и Б подписывались, я не очень знаю, кем и когда, в какой момент. Справка А и Б, это такая история, то есть, когда выписывается продукция, идет товарная накладная. От производителя. Да, безусловно. Идет товарная накладная, справочка А и Б, в которой четко написано, произведено тем-то, тогда-то. Ставится печать. Дальше, значит, когда это уходит на какого-то оптовика или дистрибьютора, ставится следующая печать. Было получено тогда-то и продано тому-то. Значит, и до конечной точки это доходит. То есть, допустим, если это какой-то магазин у дома, да, то там тоже ставится печать, что, значит, получили тогда-то. Все, мы можем с вами четко отследить путь. Кем произведено, через кого было продано и кто в итоге эту продукцию реализует. Ну, электронная система позволяет сократить этот путь во временном промежутке и позволяет дистанционно наблюдать, как происходит торговля алкоголем. Да, это, скажем так, такая оптимизация. И вот когда летом этого года у нас на предприятии проходило выездное совещание «Росалкоголерегулирование», кстати, хочу отметить, что, значит, компания «Вятич», пивозавод «Вятич» уже вошла в систему ЕГЭИС. Она являлась, значит, одним из трех предприятий вообще в России, которые пилотно участвовали в этом проекте. К нам приезжал заместитель руководителя «Росалкоголерегулирования», господин Кружавин, значит, и мы тогда пробовали в рамках этого пилотного проекта провести документы. Все успешно получилось, наши специалисты уже обучены, и мы уже отчитываемся по системе ЕГЭИС. То есть фактически на текущий момент система ЕГЭИС на заводе «Вятич» работает. Тогда почему же вы считаете, что введение системы ЕГЭИС, которая, с одной стороны, позволяет, с ваших же слов, очень быстро, оперативно и дистанционно отслеживать потоки алкогольной продукции, все-таки не является действенным инструментом для борьбы с нелегальными производителями? Потому что, здесь нужно четко понимать, есть понятие правового нигилизма. То есть когда вы, условно говоря, можете ужесточать любые законодательные акты и прочее, но когда человек преступник, фактически, его это не останавливает. Поэтому, когда мы говорим о тех нелегальных производителях алкоголя, которые есть, это их не остановит, возможно, это вызовет у них какие-то более ухищренные схемы и все остальное. Поэтому, опять же, хочу отметить, это сугубо мое субъективное мнение. Я бы, как действительно, как руководителю предприятия, которое легально производит алкоголь, мне бы хотелось, чтобы вот этих вот теневых игроков на рынке стало меньше и практически они исчезли. А что должно произойти или кто что должен сделать, чтобы они исчезли? Вы знаете, это, наверное, все-таки в компетенции, я думаю, что профильных ведомств, это и Росалкогольорегулирование, и, откровенно говоря, они с этой проблематикой работают уже не первый год. И, честно говоря, у них наработок в этом плане достаточно. Насколько мне известно, есть и на сайте Росалкогольорегулирования возможность, условно говоря, по акцизной марке или по номеру справки АИБ проверить любую продукцию, и они это активно пропагандируют. Что сделать, значит, возможно? Ну, я боюсь, что это не моя компетенция. Я считаю, что тот набор мер, который есть сейчас, и система ЭГАИС, безусловно, она, конечно, как-то, может быть, в большей степени облегчит. Но она как и облегчит, так и усложнит. Потому что я считаю, что наши розницы и наши предприниматели, они, ну, вот так получилось, они не готовы к этому. А в случае, если легальный алкоголь, алкоголь станет дешевле в продаже, это поможет борьбе с нелегальным предпринимателем? Ну, это нормально, рыночная мера, и, в принципе, вот вы подсказываете, так сказать, путь. Я считаю, что это, скажем так, это выведет из тени. Чтобы снизить цену на алкогольную продукцию, чтобы могли позволить производители и продавцы ее снизить, то же, что должно произойти? Здесь очень простое решение – это снижение ставки акцизов. Снижение ставки акцизов. То есть, принимает это решение? – Принимает это решение, значит, правительство, ну, вернее, оно рекомендует, Государственная Дума его принимает, утверждает, а президент подписывает. – Вы надеетесь, что такое может произойти, например, в следующем году? – Мне бы хотелось надеяться на это, но, как говорится, мы предполагаем… – А правительство располагает. – Наверное, да. – Вопрос с сайта Михаил пишет. Были ли трудности у вашего предприятия в связи с введением системы Платон в действие и запастовками дальнобойщиков? Повысилась ли в связи с этим цена на вашу продукцию? – На первую часть вопроса сразу отвечу, что нет, трудностей никаких не было. Мы получили так называемые бортовые устройства в срок. У нас порядка 8 единиц техники, которые ими оснащены. Мы достаточно в спокойном рабочем режиме их эксплуатируем, используем. Что касается увеличения стоимости грузоперевозок, мы уже на текущий момент это видим. Здесь нужно, допустим, отслеживал эту информацию и видел комментарии, в том числе, главы Росавтодора, что там незначительное период увеличения. Надо быть откровенным. Кроме того, что мы везем готовую продукцию, мы еще завозим сырье. На сегодняшний момент порядка половины сырья мы завозим автотранспортом. Естественно, это все увеличивается в стоимости. И здесь еще один есть примечательный момент. Когда мы везем, осуществляем логистику в сторону Москвы, она дешевле. Вот, допустим, пример яркий. Например, из города Томск, чтобы вы понимали, это порядка 3-4 тысяч километров. Одна фура до Москвы стоила, ну вот по моим подсчетам мы обращались, 50 тысяч рублей этим летом. В обратную сторону она стоит в районе 200 тысяч рублей. А почему такая разница? Разница очень простая, потому что груз из Москвы всегда найдется. А вот из Томска иногда люди едут пустые. И вот, когда мы говорим о том, что половину сырья мы возим автотранспортом, мы не везем все из Москвы. А, значит, допустим, пластиковую преформу мы везем из Казани. И там примерно стоимость даже где-то получается чуть дороже, чем, грубо говоря, нам везти продукцию в Москву. И вот это все накладывает определенные значения на себестоимость. И, безусловно, это вызовет стоимость как продукта, как услуг, в принципе. Повышение стоимости. Безусловно. То есть в данный момент еще не повысили в связи с этим, но эти расходы все равно лягут в следующем году на стоимость продукции. Видите, мы находимся в конкурентной среде. Мы бы, конечно, наверное, хотели, но мы не повысили стоимость, но наша, скажем так, наша возможность, маржа, она снижается с каждым днем. И придется это сделать? Наверное, да. Придется. Я напоминаю, что мы слушаем особое мнение генерального директора компании Вятич Ильи Курагина. И следующий вопрос. Как повлияла на продажу пива отмена запрета на торговлю алкоголя по воскресеньям после 17? Буквально неделю действует эта отмена запрета. Вот за неделю вы увидели всплеск продаж, то, на что, в общем, правительство рассчитывало, что мы получим дополнительные доходы в связи с этим? Всплеск продаж мы, к сожалению, и не сможем с вами увидеть. Это произошло всего лишь неделю назад. Эффект, я думаю, что мы ощутим не раньше, чем через полгода. Ну, это объективное, экономическое. Но он будет? Я думаю, что да, но незначительный. К сожалению, когда мы об этом остро заявляли, наша страна, наша экономика находилась немножко в другой ситуации. На текущий момент в целом потребительская корзина, она сокращается. Того эффекта, который мы предполагали, возможно, его не будет. Но, тем не менее, в положительную сторону это как-то отразится. Но это не так значимо для вас, как для производителя? Нет, я считаю, что любая убираемая мера, это очень значимо для производителя. Очень значимо. Конечно, есть еще ряд других шагов, которые хотелось бы, чтобы они осуществились. И здесь я вот хотел бы поглубже остановиться на этом вопросе. В 1972 году, насколько я помню, в мае месяце Леонид Ильич Брежнев подписал приказ, в котором четко было прописано, так называемая, сейчас модно говорить дорожная карта, но тогда была прописана стратегия развития алкогольной политики в СССР. И там четко было прописано, я бы хотел отметить это, несколько пунктов. Первое, это сокращение количества мест продажи крепкого алкоголя, сокращение часов продажи. И самое главное, когда они это производили, они давали альтернативу. Там было четко написано госплану увеличить количество бюджетных фондов для строительства и развития новых пивоваренных заводов, для увеличения посевных площадей для виноградников. Кроме этого, снять дополнительные ограничительные меры с продавцов пива и вина, значит, Минздраву довести и провести разъяснительную работу о пользе потребления слабоалкогольных напитков пива и вина. То есть там целый комплекс... Это такая борьба против крепких алкогольных напитков. Вы знаете, в то время огромное количество пивзаводов было построено по стране. Вот, допустим, могу четко сказать, не в качестве рекламы, но, как пример, пивзавод Очакова, который находится в Москве, был построен. В 1975 году. Как раз в то время. В то время. И это сработал. Крупнейший производитель. Это мировой опыт. И я бы хотел, может быть, если есть такая возможность, опять же таки, обратить внимание руководителей региона, может быть, нас слышат и руководители страны, посмотреть вот на эту, значит, алкогольную, антиалкогольную программу, вот эту компанию, да, и людям нужно давать альтернативу. Я считаю, что слабый алкоголь – это хорошая альтернатива, которая действительно поможет решить проблему. Ну, возможно, но вы же понимаете, что, скорее всего, в правительстве есть лобби, которое защищает производителей крепкого алкоголя, прежде всего, водочная лобби, которая будет этому сопротивляться. Вы знаете, вот в силу своей компетенции и, может быть, ну, малозначительности, у меня такой информации нет, достоверно мне неизвестно, но какие-то, наверное, как мне кажется, опять же, это мое субъективное мнение, наверное, какие-то там мероприятия в этом плане осуществляются. Но здесь нужно всё-таки взывать к здравому смыслу. Мы, когда что-то запрещаем, должны давать людям альтернативу. В первую очередь. Ну, вот сейчас же послабления всё-таки идут и на региональном уровне, и на федеральном уровне уже больше года действует закон, разрешающий рекламу пива, между прочим, во время проведения спортивных соревнований, о чём долго говорили, много говорили. И уже сейчас на федеральных каналах можно видеть матчи по хоккею, и пивная реклама идёт. Вот можно уже судить, насколько эта отмена запрета, размещение рекламы на телевизионных каналах помогла отрасли? — Отрасль сейчас, на текущий момент, находится в очень плохом состоянии. Это объективно. — Об этом говорят и ваши коллеги, крупные производители. — Об этом не нужно говорить, просто нужно залезть в интернет, посмотреть за последние два года, сколько закрылось предприятий по стране. Огромное количество предприятий закрывается. И, к сожалению, вот те призывы, которые мы делали ранее, год-два, года назад, три года назад, когда говорили о том, что нельзя вот так, нельзя вот так вот резать по-живому. Потому что, кроме того, что это там компания, это живые люди, рабочие места. То, что сейчас разрешили, там, вот эти полумеры, там, рекламу во время спортивных матчей, ну, понимаете, во-первых, в нашей компании нет таких средств, чтобы просто рекламироваться. — Это крупные компании поддерживают, такие серьезные крупные средства. — У наших медиа, скажем так, медиа местных, региональных, нет такой возможности, чтобы там какие-то спортивные трансляции осуществлять. — Ну да, у нас нет трансляции, у нашей команды динамо. — Это очень капиталоемкая вещь, и, к сожалению, нам это не по силам. И вот здесь как раз, ну да, там нам идут навстречу каких-то вопросов, но здесь вопрос, на самом деле, нужно решать кардинально. — Как? — Надо дать... с пивом и вимом в зеленый свет во всех отношениях, в первую очередь. Следующее, нужно провести четкую, и прописать четкую программу политики культуры потребления. Нужно развивать информированность населения. Нужно рассказать о том, что пиво, вино, да, это алкоголь. Но если его употреблять в разумных мерах, и делать это культурно, осознанно, зная, из чего делается этот продукт... — Здесь вам оппоненты, конечно, сразу же скажут, когда же русский человек останавливался на бокале вина или на кружке пива? Я всегда был против того, чтобы там русского человека принижать. На самом деле, давайте начнем с того, что русский человек первый полетел в космос, на секундочку, на секундочку. Дальше. Русский человек придумал периодическую таблицу химических элементов. Это сделали все русские люди. И когда говорят о том, что мы понижаем статус русского человека, вы знаете, вот мне хочется таким людям... — Нужно доверять своим людям. — Откровенно сказать, откровенно хочется сказать. — Своим людям. — Вы знаете, вот я русский человек, да, если кто-то там не русский и хочет там условно говоря как-то принизить наш статус, ну, честно говоря, мы не позволим. — То есть вы верите в то, что можно действительно культуру питья, как вы всегда говорили, внедрить в массы народные? — Не то, что даже внедрить. — И это должна быть государственная политика. — Вы знаете, вот славяне, они... Крепкий алкоголь к нам пришел от кого? От скандинавов, да? А славяне всегда пили что? Медовуху, квас. Это наши исконные напитки. — Это должно быть частью государственной политики. — Безусловно. — Вмедрение культуры питья. — И наша задача это донести. — Это особое мнение генерального директора компании ВЕК, Чили Курагина. Еще один вопрос с сайта, их сегодня много, поэтому я достаточно быстро их озвучиваю. — Кировских предпринимателей очень интересует выручка вашего предприятия, если вы говорите, что за год вы платите 1 миллиард налогов. Ну и вторая часть вопроса. Наверное, вас совсем не прессуют. Значит, сразу начну со второй части вопроса. Вот кто говорит, что нас не прессуют, я готов лично с этим человеком встретиться, посадить его, неважно, в любой отдел, в любое кресло, так сказать, и показать, какое количество проверок нас проявляет. Ежемесячно там огромное количество запросов приходит в наши предприятия. И то, что мы об этом не кричим на каждом углу, это не говорит о том, что нас абсолютно не прессуют. Понимаете, каждый делает свою работу. И я считаю, что мы ее делаем достойно. Что касается первого вопроса, люди, которые задают вопрос на тему того, что вот вы столько налогов заплатили, они на секундочку, наверное, не разбираются в экономике в принципе. Возьмите акцизную ставку, это нетрудно. Возьмите акцизную ставку, которая есть на сегодня на пиво, и посадите цену в магазине. И когда вы увидите, что 60% стоимости бутылки пива составляет акциз, наверное, вопросы отпадут сами собой. Кроме этого, мы еще платим заработную плату, я считаю, достойную заработную плату. Мы покупаем каждый день дорожающее сырье, оно растет буквально там, ну, каждый день. Доллар вырос, сырье опять выросло, да? То есть мы все это делаем, на секундочку, знаете, вот у меня в стакане буквально совсем мало воды, а денег остается еще меньше. Поэтому мы открытая компания, мы акционерное общество. Вся наша отчетность есть на сайте. Пусть эти люди, у которых возникает такие вопросы, залезут на сайт, посмотрят, возьмут калькулятор и просто посчитают. Ну, то есть вы, как все нормальные, обычные предприниматели, испытываете все те же трудности, что и они? Мы, знаете, мы не то, что все те же самые трудности испытываем, да? Мы четко себе отдаем понять, что мы занимаемся бизнесом, бизнесом мы хотим заниматься честно, и мы это делаем, как мне кажется. И знаете, вот когда люди с такими вопросами просто обращаются, ну, вот, я не хочу никого сейчас не критиковать. Мне кажется, что это в связи со всеми событиями текущего года, после памятной пресс-конференции президента страны, вы постоянно находитесь в информационном пространстве, ваш завод, и это не может каким-то образом не задевать ваших конкурентов, коллег, просто людей, которые занимаются бизнесом. Уж очень яркий прорыв, уж очень такие яркие заявления, уж очень много лиц демонстрируют себя с вашим продуктом. Ну, это такая нормальная зависть, наверное. Ну, насколько я знаю, в Библии написано, что зависть – это один из самых страшных грехов. Поэтому я не буду никого судить, как говорится, Бог вам судья. Пусть люди сами думают. Окей, про один миллиард. Будет ли в следующем году, будет ли следующий год для нашего бюджета областного таким же вот шоколадным? Сможете ли вы заплатить такие же налоги? Я не знаю, как заработать система ЕГЭИС, потому что мы видим информацию, что некоторые просто не готовы к ней. Кроме этого, я не знаю, как будет политика разворачиваться в отношении нас, производителей, что хотят запретить ПЭТ. Это пластиковая. Пластиковая, да, пластиковая бутылка. Извините, что не расшифровываю. У нас сегодня 75% объема пива продается в пластиковые бутылки. Если его запрещают, ну, естественно, мы понимаем. Но этот запрет, он висит ведь не первый год уже вот таким дамокловым вичом над производителем. Мы пытаемся, мы даже в 2010 году записывали видеообращение к руководителям страны. Может быть, даже они его видели. Мне бы хотелось в это верить. Там ситуация очень простая. Вот у нас сейчас экономика, просто давайте поймем, находится в таком состоянии, что вообще что-то запрещать, я бы не то, что не советовал. Это, наверное, нецелесообразно делать. Ну, есть, наверное, заинтересованные лица, как вы вот отметили. У меня такой информации, правда, нет. Но есть, наверное, заинтересованные лица, которые хотят это. Ну, закроются предприятия. Ну, что, ну, люди пойдут на улицу. Ну, что делать? Ну, с вашим-то предприятием, мы надеемся, не случится такого. Насколько я понимаю, в этом году вы даже расширили производство как минимум класса, да? Вы знаете, моя задача, лично моя, как руководитель предприятия, я не говорю о задаче, которую ставят акционеры, я наемный человек, моя задача очень простая. За моей спиной стоят трудовые коллективы. На сегодняшний момент это 341 человек. У каждого семьи, у каждого дети. И моя задача очень простая. Сделать максимально возможное для того, чтобы эти люди были обеспечены работой и достойной заработной платы. Вот для меня это в приоритете. Да, если возвращаться к налогам и к одному миллиарду, вы сказали, что мы не знаем, как заработает ЕГАИС. Видимо, мы не договорили по этой системе. А что в таком... То есть, что может помешать все нормальной работе в связи с введением ЕГАИС? Я понимаю так, что не все активно подключаются к этой системе, производители и продавцы. Видимо, да. Все все-таки находятся в иллюзии того, что будет какая-то отсрочка. Могу сразу сказать, отсрочек никаких не будет. Не буду дальше оценивать. Там плохо, хорошо это, но этого не будет. Поэтому нужно ставить эту систему. Нужно к ней подключаться. Другой вопрос, что, наверное, кто-то должен пойти кому-то навстречу. Потому что, кроме... Люди законно скажут, что есть, да, окей, система, которой нужно заплатить деньги. В следующем году еще все меняют массово-кассовые аппараты. Это тоже определенные затраты. Лицензии. Вот здесь нужно просто, я думаю, что бизнесу и власти сесть и попробовать договориться. А где здесь проблема? В чем она? Затраты. А они не посильны? Ну, ставите магазин у дома, да. То есть нужно заплатить за эгоист. По разным оценкам, там, от 20 до 70 тысяч рублей. В зависимости от затрат. Нужно будет в следующем году принять кассовые аппараты. Это тоже там существенное. Кроме этого, люди еще покупают лицензии. А лицензия тоже штука недешевая. Вот эти все затраты берем, да, условно говоря, считаем. Здесь нужно как-то пойти на встречу. Или это все в следующем году произойдет? Ну, кто-то, может быть, лицензии будет в следующем году менять, то есть дополнительные затраты. Но касательно эгоиста и кассовых аппаратов, это 100%. Это было в послании у президента. Еще один вопрос с сайта. Остается две минуты до перерыва. Владимир Николаевич пишет. Уважаемый Илья Николаевич, что будет с ценами на пиво и квасы в 2016 году? Вы их увеличите, спрашивает он. И второй, значит, предложение, вопрос. Сделайте социальную цену на квас. Пенсионеры скажут вам спасибо. Значит, Владимиру Николаевичу я хочу ответить честно и откровенно. Вот, без всяких заиграний. Мы максимально каждый день стараемся сделать так, чтобы не увеличивать цену. Вы поймите нас правильно. Вы сами все прекрасно видите, какой идет курс валюты. К сожалению, большинство упаковка, в которой есть часть составляющей, которая покупается за доллары, поставщиками. Тот же самый сахар, это биржевой товар. Тот же самый солод, это тоже биржевой товар. И, к сожалению, поставщики все почему-то привязывают это к валюте. Несмотря на то, что они... Мало того, в следующем году повышает ставка акциза. Если в этом году это 18 рублей, в следующем году это будет 20 рублей с литра. Без НДС, я говорю сейчас. Поэтому мы делаем максимум для того, чтобы просто... Ну, наши люди могли покупать достойную продукцию за адекватные деньги. Мы делаем максимум для этого. Лично я каждый день делаю для этого. Просто смотрю, оптимизируем, где-то ищем. Понимаете, наша норма рентабельность... Я не хочу эти цифры просто называть. Ну, вы просто... Вот некоторые люди здравые скажут, ну, вы дураки этим бизнесом вообще занимаетесь. Зачем? Норма рентабельности низкая. Очень низкая. То есть маржа сокращается. И мы ее держим только для того, чтобы не какие-то там, условно говоря, там, дивиденды. Мне говорят, дивиденды особо даже не выплачивают. Мы ее держим только для того, чтобы развивать предприятие и поддерживать его в состоянии нормальной жизнедеятельности. Правильно ли я понимаю, Илья Николаевич, что вы считаете, что цена, например, на квас и так социальная? Конечно, мне, как потребителю, хотелось бы, чтобы было чуть дешевле. Но я скажу откровенно. Эта цена, ну, вот, это стоит тех денег. Следующий вопрос. Кстати говоря, давайте, пока мы не перешли к следующему вопросу, очень коротко. Насколько вы считаете, вот можно уже сейчас назвать в процентном соотношении вырасти цена на пиво и класс в 2016 году? Уже причины какие могут повлиять на цену? Уже причины очень простые. Если мы еще не увидим там скачков валюты, на текущий момент мы прогнозируем от 5 до 6 процентов. То есть, если говорить там... И на тот, и на другой. Если говорить бытовым языком, бутылка пива подорожает на рубль. 0,5. А квас? Квас где-то в районе 70-80 копеек. Может быть чуть больше. Знаете, проблема в чем? Сахар. Очень сильно растет цена сахара. То есть, если мы реально год назад сахар покупали там по 29 рублей за килограмм, в прошлом году цена выскочила практически в два раза. 42 рубля. Мы делаем натуральный продукт. Мы не используем там ни заменители, ни ничего остального. Мы используем все натурально. И, к сожалению, цена растет. Поэтому... Это не от меня зависит. Я сахар не произвожу. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Через две минуты вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». Микрофон от Светланы Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает генеральный директор компании «Ятич» и «Аккурадин». Я вот сейчас в перерыве зашел продюсер эфира и сказал, что люди звонят, хотят задать вопросы в прямом эфире. Напоминаю, что формат «Особого мнения» не отпускает выводов в прямой эфир. Но вот если вы передадите свой вопрос через нашего редактора, и мы успеем на него ответить, то пожалуйста. Потому что еще есть вопросы с сайта. И следующий вопрос от человека под ником «Гость». Бренд «Ятич» знают теперь во всей стране. Самое время продать завод какому-нибудь мегамонстру. У вас есть такие планы? У меня нет такой компетенции. Я наемный менеджер. Поэтому я думаю, что этот вопрос следует адресовать к акционерам. Ну вот, Илья Николаевич, сейчас люди скажут, что вы кокетничаете. Я не кокетничаю, откровенно говорю. Но выходили о мегамонстре, как сказал тот гость? Ко мне по определению никто не может. На завод с такими предложениями. Давайте вот просто скажу откровенно, честно, чтобы все поверили. Я честно говорю, ко мне по определению никто не может выйти с таким вопросом. Не к вам лично, а вот пожалуйста к акционерам. Данной информации я не обладаю. Объективно скажу. А вообще, ну тогда может быть уже от меня вопрос. А конкурировать стало проще с теми самыми мегамонстрами, которые не давали, например, вам в свое время заходить на полки крупных сетевых магазинов. Тоже от Чакова, которую вы упомянули. Сейчас, в этом году, после памятной пресс-конференции, когда вас узнала вся страна. Самое главное, что бы я хотел отметить. Не отвечу прямо на ваш вопрос, сразу скажу. Потому что ответа нет. Проще никогда не станет. Стало интереснее. И стала возможность просто конкурировать. То есть появилась наконец-то возможность хотя бы конкурировать. Хотя бы конкурировать. Это хорошо. Понятно. Еще один вопрос с сайта. Скажите, есть ли у вас информация, что больше потребляет население? Квас или заграничные газировки? Если импорта потребляется больше, то может ли теоретически квас выйти в лидеры? И что для этого не хватает? Людмила Липатова пишет. Хотел бы, Людмиле, ответить первое. Статистику я смотрю и вижу одно, что импортной газировки потребляется больше. Это ответ, значит, на первую часть. Ответ на вторую часть. Касательно того, может или не может, это наша задача. Дальше посмотрим. Не буду загадывать. Может ли теоретически квас выйти в лидеры? Теоретически, возможно, все. Практически мы посмотрим. Ну, вот что для этого не хватает? Чего для этого не хватает, Людмила, спрашиваю? Для того, чтобы наши напитки потреблялись в большем количестве, чем импортной газировки? Я уже сказал, надо возвращаться к корням, к культуре потребления. Не только алкогольных напитков, просто напитков. Ну, это такой слоган. А конкретные действия, кто как? Каждый предпроизводитель должен бороться? Или это тоже что? Что может помочь этому? И стоит ли вообще это делать? Ведь покупатель должен иметь выбор. Вообще стоит всегда все делать. Вот как бы однозначно не смогу ответить на этот вопрос, сразу вам скажу. Но мы делаем для этого максимум. Самое главное, что я хочу отметить, мы делаем честный, достойный и, как показывает практика, действительно вкусный, настоящий продукт. Так, но пока покупатель голосует своим рублем за импортную продукцию. Пока да. Понятно. Вот сейчас я вижу, что еще один был звонок, пишет редактор очередной вопрос. Пока его мне пишет, я задам тот, который пришел на сайт. Илья Тимати рекламировал вашу продукцию, он как раз здесь на этикетке квас, который вы принесли, во время своего тура по России. Мне кажется, что квас – напиток для взрослых, а не для поколения Next. Будете ли вы привлекать звезд постарше? Анонимно спишет. Значит, сразу скажу, квас – это напиток для всех. В первую очередь для детей. Вот у нас есть специальная брошюра, и кому интересно, могут зайти на наш сайт, вятскийквас.рф, где написано четко «10 причин, почему нужно пить вятский квас». Одна из самых главных причин – это ваше здоровье. Одну секундочку, Илья Николаевич, давайте на рекламу все-таки так конкретно не будем взбиваться. Здесь есть вопрос четкий. Человек считает, что квас – это напиток для взрослых. И конкретно вопрос, будете ли вы привлекать звезд постарше для рекламы вашего продукта? Если будет такая возможность, будем привлекать не только звезд, просто людей. Будем рассказывать об этом. Так, планы есть такие по привлечению звезд? Каждый день. Есть планы? Каждый день, когда мы приходим на работу, мы четко для себя понимаем, наша задача, чтобы сегодня хотя бы один человек убедился в том, чтобы нужно пить вятский квас. Так, все, не отвечает Илья Николаевич на ваш вопрос, господин Анонимус. Поэтому зачитываю вопрос, который по телефону пришел. Как вам идея учреждения денежной премии, денежной премии для лучшего ученика Кэппл имени Вятича или лично Курагина? Что спросили? Я лично готов прямо сейчас в эфире учредить любую премию, по мере своей возможности, так сказать, и своего скромного бюджета. Немножко не понимаю вообще суть этого. То есть это, видимо, какое-то предложение поступает. Судя по всему, это либо родители, либо учитель из Кэппла предлагает вам участвовать. Еще раз повторюсь, есть прекрасный сайт вятскийквас.рф. Пишите туда свои предложения. Заходите, там есть раздел «Задать вопрос». Лично мне задаете вопрос, мы обсуждаем предмет. Вот есть этот вопрос, уже он к вам направлен. Все хорошо, мы его рассмотрим обязательно. Все ясно. Илья Курагин со своим особым мнением. Еще один вопрос с сайта от Андрея. Илья, я маркетолог, мне очень интересно. Вопрос Путину на знаменитой конференции. Был продуманный пиар-акцией? Вопрос. Планируете ли вы подобные действия в 2016 году? Я не понимаю вопроса. Значит, что касается продуманных пиар-акций. Ну, если у кого-то есть вот такие вот пиар-акции продуманные, я предлагаю всем это повторить. А что касается вообще, в целом, вот хотелось бы отдельно, у нас немножко времени осталось отметить всю эту историю, да. Ну, кстати говоря, еще не маркетолог пишет, Илья, пора уже сознаться, что отправили Маматова вы, и это лично ваши идеи. Значит, это я могу сейчас откровенно в эфире сказать, что это спланированная акция. Самое главное, нужно понимать, ее спланировал сам Маматов. Владимир Валерьевич, на секундочку, это человек, который действительно, он по-другому показал нашу землю, рассказал о том, что кроме того, что мы здесь можем прекрасно лес рубить, как некоторые вот это делали товарищи, да, значит, мы еще можем делать достойные напитки, достойные продукты. И, честно говоря, это касалось не только, вот я просто хочу отметить, чтобы никто не обижался и не думал, что там, вот, вятский класс, вятский класс. Это касалось не только вятского класса, и не столько вятского класса. Это касалось честных людей, которые живут и работают на этой земле. А скажите, пожалуйста, вот вы радеете, Илья Николаевич, за то, чтобы местный производитель развивался, чтобы натуральный местный продукт развивался. Вы желаете, чтобы ваши коллеги, ваши конкуренты, производители из Ужума тоже оставались, не просто на плаву, но развивались? Я всегда за то, чтобы... Я не называю никого конкурентами, еще что-то, партнеров. Мы все партнеры. И я считаю, что мы должны развиваться. Ведь развивая каждое предприятие на территории нашей области, это новые рабочие места. Это поступление... То есть вы заинтересованы в том, чтобы и это предприятие тоже существовало и было? Мало того, я откровенно готов всегда всем помогать. Если ко мне кто-то будет выходить с какими-то конкретными вопросами, еще раз повторюсь. Наш сайт, там есть раздел, можно задать вопрос. И тем более партнерам по цеху в Уржуме, ребята, всегда открыт к диалогу, готов к общению и абсолютно искренне, откровенно говорю, вот чем смогу, тем помогу. Спасибо. Интересно было бы за этим понаблюдать. Вы, кстати, встречались за каким-нибудь круглым столом где-нибудь когда-нибудь с вашими коллегами? Вот я, к сожалению, за круглым столом только с вами встречаюсь иногда здесь. На самом деле времени не хватает. Мы можем устроить встречу, обсудить какие-то, наверное, общие... Конечно, мы посмотрим, у кого вот какое свободное время, обязательно, и я всегда готов к этому. В развороте на бизнес, например, встретимся. У нас остается буквально три минуты, вопросы сайта закончились, и больше мне редактор тоже не пишет, но на самом деле год сопровождался очень яркими событиями, очень яркими, вот тот уж точно пиар-акциями, хотя я слышу звонок, но успеет, если мне редактор написать, и примем ответим, яркими событиями, и несмотря на то, что там в интернете вашу рекламную кампанию обсуждают с разных сторон, и разные понятия, они есть мнения, но вот эти яркие, вот такие высокопоставленные лица, или селебриты, с которыми вы привлекаете, когда презентуете свою продукцию, там высокие чины РПЦ пьют ваш квас, приезжают чиновники самого высокого ранга, или вы где-то на мероприятиях презентуете и привлекаете их, это все тоже как-то помогает в продажах? Это действительно такой большой взнос в копилку? Это действует как-то? Или все-таки важно аккумулировать средства, и, например, давать мощную рекламу на центральных каналах? Я скажу проще, простым человеческим языком, все вот перечисленные вами люди, это обычные люди, в первую очередь. И, вы знаете, вот это интересно... Но это не совсем обычные люди. Я вам откровенно скажу, Светлана, поверьте мне, посмотрите в мои честные глаза и поверьте мне, это обычные люди. И когда я наливаю к вас, значит, митрополиту Иллариону, который, ну, является достаточно весомой фигурой в РПЦ, мы разговариваем как обычные люди. И человек пьет, и ему нравится. Но вы делаете это неспроста, вы делаете это с целью продвижения своей продукции. Моя миссия и моя задача, как руководителя этого предприятия, я ее обозначил. Первое, что бы я хотел, чтобы люди, которые работают на предприятии, в первую очередь, были уверены в завтрашнем дне. Самое главное, как патриот Вятской земли, моя миссия, если у меня есть такая возможность рассказать о том крае, где я живу, рассказать о том продукте, который я делаю, и который делают другие люди. Я всегда это буду делать. Окей, две минуты у нас остается. Вы, как патриот Вятской земли, которые понимают, как нужно продвигать продукт и свой регион. Скажите, пожалуйста, чего, может быть, не хватает, а на что стоило бы обратить внимание нашему правительству и нашим производителям для успешного продвижения бренда Вятского? Вот сейчас, например, внутренний туризм развивается, предприятиям как-то, чего не хватает, может быть, или наоборот, что уже начали делать и следует развивать. Рекомендации? Я считаю, мы за последнее, мы, я имею в виду всех жителей Кировской области, за последние семь лет мы в огромной степени продвинулись. Это благодаря Никите Юрьевичу? Это вы сказали. Ну, семь лет, это как бы ассоциация абсолютно. Мы очень сильно продвинулись. Поверьте, люди за пределами Кировской области уже знают о нас. Но это благодаря только губернатору, который пришел? Это благодаря, еще раз говорю, всем нам, всем жителям Кировской области, каждый из нас, вы, я, ваш звукооператор, делает работу. И делает ее хорошо. А уйдет Никита Юрьевич со своего поста, что все сразу обрушится? Я не готов просто дать какие-то проблемы. Я вам единственное, что скажу. Знаете, что отличает нас, Вятских, от всех остальных? Да, мы прямые, но мы честные и преданы своему делу. И это важно. И что, это гарантия того, что бренды, И это гарантия того, что шаг за шагом, шаг за шагом мы достигнем той цели. Боже мой. И, как говорится, о нас услышат и о нас заговорят. Поэтому я бы хотел просто всем пожелать в наступающем новом году работать, трудиться на благо себя, на благо своей семьи, своего предприятия, своей земли. Вот это пожелание правительства, которое я вас просила, да? Это пожелание всем. Окей. Особое мнение Ильи Николаевича Курагина, я просто под впечатлением заключительного слова, было сегодня. Светлана Занько, прощаемся с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Илья Николаевича Курагина, Семкин Корректор А.Егорова